Медитация — это феноменальное расширение возможностей, благодаря которому вы можете делать все, что нужно в мире, и при этом оставаться незатронутыми процессом деятельности, которую вам необходимо осуществлять. Если вы сидите, и ваше тело здесь, ваш ум там, а то, кем вы являетесь на самом деле немного в стороне — это конец всех страданий. Это есть медитативность. Намаскарам. Вероятно, второе наиболее часто повторяемое слово — за последние пару недель, сразу после коронавируса. Это медитация. Внезапно все — люди, которые никогда в жизни не медитировали, которым даже в голову не приходила такая мысль — теперь вдруг заговорили о медитации, о необходимости медитировать, о желании медитировать. Попробуем разобраться, что же такое медитация. Прежде всего, что означает слово «медитация»? Английское слово «медитация» по сути не означает ничего, в том смысле, что оно не говорит ни о чем конкретном. Если кто-то сидит с закрытыми глазами, предполагается, что он медитирует. Однако с закрытыми глазами можно заниматься много чем. Вы можете делать джапу, тапу, дхарану, дьяну, самадхи, шунью, самьяму. Или, возможно, вы лишь овладели искусством спать в вертикальном положении. Таким образом, слово «медитация» ничего не объясняет. Как правило, под этим подразумевается дьяна. В Тамиланаде говорят «дьянам». Немного севернее вы услышите «дьяна». Совсем на севере Индии будет «дьян». Если подниметесь выше, это будет «чань». Если продвинетесь немного дальше на восток, это будет «дзен». Но все это одно и то же. Итак, что же это за измерение, которое мы пытаемся описать словом «медитация»? Одна фундаментальная вещь, которую нужно понять, заключается в том, что медитацией нельзя заниматься, потому что медитация — это качество. Качество — это следствие определенного процесса. Вы можете начать процесс, вы можете управлять процессом, но вы не можете управлять качеством. Качество — это просто следствие. Это все равно, что если вы хотите, чтобы у вас в саду расцвели цветы, вы не устраиваете цветочную медитацию. Вы знаете, что случилось с цветочными людьми, хиппи. Если вы хотите, чтобы в вашем саду благоухали цветы, вам не нужно думать о цветах. Вам нужно думать о почве, навозе, воде, солнечном свете. Если вы правильно проведете процесс с этими ингредиентами, цветы и фрукты станут следствием. Но сегодня мир стал невероятно ориентированным на цель. Из-за этого людей не интересует почва и уж точно не интересует навоз и все остальное. Но они хотят цветов и фруктов. Если вы хотите цветы без почвы, без навоза, без воды и солнечного света, вам придется довольствоваться пластиковыми цветами. Пластиковые цветы замечательны. С практической точки зрения их можно использовать разными способами. Вы получаете их с пятилетней гарантией. Живые цветы доставляют массу хлопот. За живыми цветами в доме нужно ухаживать, проверять пять раз в день, все ли в порядке. С пластиковыми цветами никаких хлопот. У вас даже есть гарантия, что они продержатся пять лет, чего не скажешь о вашей жизни. Если вы живы, вам много чего нужно делать, даже уворачиваться от невидимого вируса. Но с неживыми все просто. Нужно только позаботиться об их сохранности. По сути, то измерение и тот процесс, который вы называете медитацией, ориентированы на жизнь. Когда я говорю «ориентированы на жизнь», сегодня вы в основном ориентированы на материальное или, в лучшем случае, на ум. Возможно, на эмоции или физическое тело, которое опять-таки материально. Во многом жизнь стала такой. Представление людей о жизни таково. Если кто-то говорит «моя жизнь», они говорят о своей работе, об экономическом положении в стране или в мире, о своей машине, может быть, о своей собаке, иногда о своих мужьях или женах. Это может быть все, что угодно. Но единственное, что действительно является жизнью, это то, что пульсирует в этом. Вот жизнь. Все остальное — это договоренности, которые мы заключили, надеясь, что они позволят нам улучшить нашу жизнь. Будь то образование, карьера, отношения, брак, дети, богатство — что угодно. Ко всему этому вы стремитесь только в надежде, что это улучшит вашу жизнь. Как вы знаете, большинство людей, вместо того чтобы улучшить свою жизнь, просто погрязли в этих аксессуарах. Эти второстепенные вещи стали важнее, чем сам процесс жизни. Я полагаю, что вирус очень жестоким образом сфокусировал внимание на жизни. Внезапно вы поняли, что ваш дорогостоящий дом стал тюрьмой. Ваша дорогая машина стала всего-навсего бесполезной грудой металла, ведь вы не можете ездить на ней. По крайней мере, какое-то время. Сейчас мир находится в ситуации, когда мы не знаем, сколько времени пройдет, прежде чем мы снова сможем сесть в наши автомобили. Поэтому неудивительно, что сейчас множество людей по всему миру спрашивают, как медитировать. Как я уже сказал, вы не можете медитировать, но вы можете стать медитативными, потому что это качество. Если вы разовьете свое тело, эмоции и энергию до определенного уровня зрелости, вы естественным образом будете медитативны 24 часа в сутки. Медитация — это непрерывание жизненного процесса, когда вам нужно неподвижно сидеть на одном месте с закрытыми глазами. Медитация — это феноменальное расширение возможностей, благодаря которому вы можете делать все, что нужно в этом мире, буквально все, что угодно, все, что необходимо в каждой конкретной ситуации, и все же оставаться незатронутыми процессом деятельности, который вам нужно осуществить. Без этого расширения возможностей человек неполноценен. Ведь если то, что приходит вам на ум, то, что заполняет ваши чувства, ваше восприятие мира, то, как вы проявляете себя в этом мире, так сильно влияет на вас, то вам, естественно, будет сложно делать то, что необходимо. Естественно, вы будете избегать делать то, что необходимо сделать. Как только вы попадаете под влияние собственной активности и активности окружающего мира, активности вашего ума и ваших эмоций, если это происходит в каждый момент вашей жизни, вы наносите урон самим себе. Потому что вам естественным образом захочется ограничить масштабы своей жизни, ведь активность, мысли, эмоции, участие в жизни могут привести к большому количеству страданий. Как только появляется страх перед страданием, сознательно или бессознательно, вы будете сокращать масштабы и ограничивать возможности своей жизни. Если говорить простыми словами, то медитация — это когда вы сидите здесь, ваше тело здесь, ваш ум там, а то, кем вы являетесь, немного в стороне от этих двух измерений — физического тела и ментальных накоплений. Если между вами и этими двумя типами накоплений, телом и умом, возникает небольшое пространство, тогда наступает конец страданиям. Это и есть медитативность. Ишакрия — это очень простой процесс, но в то же время мощный инструмент. Три ингредиента — дыхание, мысль и осознанность. Если вы используете их в нужной комбинации, ваша способность использовать тело и ум улучшится невероятным образом, так что для других людей вы будете выглядеть практически сверхчеловеком. Но это очень даже подвластно человеку. Суть не в том, чтобы стать сверхчеловеком, суперменом, но в том, чтобы осознать, что быть человеком — это супер. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА